Если мы с вами все установили, мы готовы работать. Командная строка у нас есть. Здесь давайте создадим сейчас файл, чтобы вам было удобно. Текст файл и там можно будет собрать команды. Первая команда, которая нам понадобится в портфеле, который у нас установлен, briefcase new, то есть создать новый портфель, что мы и делаем. Briefcase new, в общем портфель, и здесь по умолчанию нам предлагает Hello World. Нам не надо, у нас свое приложение, мы пишем Toga Start. Toga пробел Start. Старт. И нажимаем ОК. Далее, оно нам предлагает название приложения, то есть сейчас будет создана директория Toga Start. Все правильно, мы с этим соглашаемся, просто нажимаем Enter. Дальше. Если у нас есть сайт, а мы будем пробовать потом создать веб-страницу, надо вести только наоборот. Иными словами, вводим сначала, вот я ввожу свой сайт spb-tube.ru, сначала ru, это надо для сборки под Android, а для веб он потом встанет на место. Ru, и дальше пишу spb-tube.ru, да, то есть задумываем вперед, как говорится, и нажимаем Enter. Дальше. Проект, имя проекта, Toga Start, да. Далее. Описание. Вы можете написать любое описание, либо оставить по умолчанию. Пусть будет по умолчанию. Дальше. Автор. Напишите свое имя. Нажмите Enter. Дальше. Укажите свой e-mail. Я сейчас оставлю этот e-mail, вы укажите свой реальный e-mail. Дальше. Вот у нас высветилась страница, которая будет создана, именно страница, и стал домен на место. Нажимаем Enter. Лицензии. Лицензию мы выберем BSD лицензия, да, первая, то есть будет начинаться с 0.01. Ну, кому как нравится. Кто-то выбирает MIT лицензии, тогда нажмите цифру 2. Но мы оставим сейчас по умолчанию и нажмем Enter. Далее. По умолчанию Toga у нас стоит GUI фреймворк, да, хотя у нас есть и другие здесь. Поэтому ставим единицу по умолчанию Toga. Какой у нас фреймворк мы будем использовать сейчас. Нажимаем просто Enter. И начинается генерация. По сути дела у нас создалась директория Toga Start, где мы можем открыть CRS, то есть исходные файлы, переводятся простыми словами, и увидеть App. Вот наше приложение. Нам Toga создало приложение, нам его надо улучшить. Но давайте мы уже можем его запустить. В первую очередь нам надо, что сделать, перейти в папку Toga Start. Поэтому переходим в CD, набираем первые буквы, нажимаем Tab, и мы нажимаем Enter. Мы перешли. Мы можем посмотреть, что мы перешли в ту папку. И видим здесь CRS наш, то есть все здесь есть. CRS, и открываем нашу Command и записываем вторую команду. Здесь пишем, опишите себе здесь создание нового портфеля. Видите, как удобно. Вторая команда будет Briefcase Dev, то есть запуск приложения для разработки. На этом этапе я вам рекомендую создать алиас. А мы делали с вами это в разделе подготовка, потому что постоянно набирать Briefcase Dev, это долго. Поэтому сделать какой-то алиас, сокращение для Linux, это удобно. Ну, как будет, да, как вам будет набирать хоть две буквы любые, но чтобы вы сами понимали, что это запуск для разработки. И набирайте там пару букв. Создать алиас, справитесь, да. Но мы сейчас будем вводить полную команду, поэтому мы сейчас вводим команду Briefcase Dev и нажимаем Enter. У нас запускается окно, вот окно, которое имеет меню, имеет Togo Start, имеет Help, если мы возьмем 001, приложение Togo Start. Если мы начнем дальше рыться в файлах, откроем, то мы найдем следующие файлы, ресурсы. А именно файл с расширением TomL, где и отмечается наша версия, да. То есть, по сути дела, это то, что мы создавали портфель. Мы видим, да, вот название проекта, вводили сайт, версия, URL, имя автора. Все это мы можем изменять, да, впоследствии. И какие системные библиотеки, в общем, все здесь. По сути дела, в данный момент нам надо будет, возможно, изменить только номер версии, которая будет потом компилироваться отдельно, да. Будет ранняя версия, и в следующем будем менять номер, будет вторая, третья и так далее. Нам же захочется улучшать свою программу. Так, дальше. Я отлучался, поэтому еще раз повторюсь. Возможно, повторюсь, но... Значит, когда мы откроем каталог, то мы найдем файл с расширением TomL, да. И там будет номер версии, который мы можем изменять. По сути дела, это то, что мы создавали при помощи команды портфель. Ну, а сейчас давайте взглянем на файл API и посмотрим, что у нас приготовит для нас Togo. Первое, мы видим импорты. Импорт Togo, импорт Pack и импорт строка и столбец. Togo, устроенная следующим образом, работает как обычная веб-страница, как HTML. То есть, мы можем применять разметку, что мы и будем применять. За это отвечает расширение Togo стиле Pack. Ну, и сама Togo. Базовое расширение берется от класса TogoUp, да, TogoStart. Далее у нас идет метод. А мы с вами в школе что делали? Мы как раз методы уже начали изучать. И сельф мы изучили. То есть, нам это сейчас уже понятно, да. Метод вы можете называть как хотите. В данном случае он назван DevStartUp, да. И мы видим то, что я вам и рассказывал про вот эту вот коробку, да. Мы видим Box, коробка, да. То есть, в первую очередь мы создаем переменную MineBox. Мы ее можем назвать по-другому, как хотим, как нам удобней. Сейчас я менять не буду, чтобы вы могли дочесать. И далее TogoBox, да, виджет. Дальше мы можем найти этот виджет. Сейчас пока посмотреть. Это коробка, да. Сейчас посмотрим. Application. Application. MineWindows. Шов показать. Здесь просто показывается. Вот видите, явно я пока не нашел. Ну, мне не надо было, но тем не менее, мы должны покопаться найти можно. А, вот Box. Вот Box, и по нему информация. Это контейнеры, да. Ну, правильно, контейнер. То Box, Box 1. Мы дальше будем потом расширять. Но пока создается, в первую очередь, контейнер. Что мы и видим. То есть, создали контейнер. Почему важна эта переменная? Потому что, если далее мы посмотрим, то мы видим еще три вещи, да. То есть, три строки. Нас интересует один маленький момент. Что делают эти три строчки? Во-первых, мы с вами изучали сельф. Обратите внимание. То есть, сразу стоит сельф. Дальше идет переменную, которую мы создали, да, только что. И переменной присвоено имя. Иными словами. Иными словами. Давайте я что, его закрыл, что ли? Сейчас открою. Иными словами, создалось поле с названием Togastart. Мы можем здесь написать не формальным, а просто name. Давайте посмотрим. Как раз, коли мы изучаем интерфейсы, вот эта библиотека написана действительно на интерфейсах. То есть, все связано. Ну, это сложная вещь, это конечно. Теперь давайте закроем, попробуем. И опять наберем команду эту. Да, я сейчас копирую. В любом случае, это наше имя Togastart. Оно является формальным, но просто, чтобы знали. По сути дела, первое поле формирует название, да, title и окна. Второе имя, вот мы видим, мы создаем вот эту вот вещь, контейнер, да. Box это контейнер, а теперь нам надо сказать, что сюда можно размещать контент. Для этого есть переменная minewindow, которую мы создали. Дальше, метод контент и присвоили minebox. Обратите внимание, minebox мы с вами назначали в первой строке minebox равно Togabox. То есть, присвоить значение Togabox. Иными словами, сам контейнер, сама коробка, да. И теперь мы конкретно указали, что контент размещать именно в этой коробке. Теперь программа наша знает, где можно размещать кнопки. И третья строка она просто показывает. Обратите внимание, везде знаки, здесь вот два присваивания. Иными словами, мы на ходу создали переменную. Называть ее по-другому все-таки команду это не надо, потому что принцип принципиально. У нас есть класс minewindow, поэтому логично назвать, дать переменной название minewindow. Самое важное здесь, еще раз обращаю мнение о понятии, что мы ставим self. Это немножко необычно, да. Мы ставим self, то есть, создаем, работаем как экземпляром класса. То есть, он нам доступен по любому требованию. Это очень важный момент. Почему? Потому что это надо использовать дальше. Не работать с обычными функциями, а работать с экземплярами класса. Тогда у нас получается, что мы имеем доступ мгновенно. Это скорость работы, это удобство, это нет излишнего кода. И далее у нас идет что? Запуск, да. То есть, mine. Кроме этого, если мы посмотрим, то откроем, то мы видим в этом каталоге, да, это init. То есть, рассматривать как пакеты. И mine, да, метод mine, mine name, который запускает, да. По сути дела, мы его дальше, некоторые, я вообще смотрел, прописывают потом внизу, но дальше разберемся, посмотрим по ходу. Итак, главное окно у нас готово. Давайте коротко повторим. Что мы можем сделать? Мы можем сделать... Давайте посмотрим, есть докс или нет. Мы можем сделать... Сейчас посмотрим, что тут у нас. Ну, это надо... А, нет, нам немножко... Не то, да. Киты у вас может не стоять. Секунду. Сейчас я кое-что хочу. Классани. Ладненько, давайте мы перейдем вот сюда. Откроем Windows. Работает со всеми системами. И видим пример, да. Нас интересуют методы. Мы в данном случае видим метод, который мы использовали, title. Но, тем не менее, мы, пока забежим наперед, можем использовать ID. И сразу, ребят, читаем, смотрите, ID.str, да, то есть тип данных записывается как строка. Зачем нам может понадобиться, когда мы будем работать с разметкой, мы можем конкретно указывать. Ведь ID может указываться и для виджета, и указывать конкретно применительно, к чему там сделать больше-меньше. Позиции мы можем поменять, но нам это не надо. Здесь, видите, тип данных, кортеж, то есть мы соображаем размер, тубер, будем с ними потом работать, и другие. Пока нам не надо другие параметры. И здесь далее ниже описано, да. Вот мы использовали title.str, диалог, окна, да. Дальше сообщения. Иными словами, диалог мы все равно напишем сейчас, поэтому шов показать, то есть все расписано. Как я вас учил, идите от приложения к документации. Но вспоминайте, как я вас учил в системе работы с кодом. Вы обязаны найти в документации. Не то, что там хочу, не хочу, обязаны, если вы себя считаете программистом. Но проще всего идти от своего приложения. Вот мы его разобрали. Мы разобрали, допустим, сейчас Windows, да, то есть само окно. И значит нам надо обязательно что сделать, найти его в документации и посмотреть. То есть мы использовали уже методы для новичка, когда мы видим, да, вот действительно это показывает. И видим, как этот метод записывается, да, то есть наши переменные и показать. Давайте попробуем убрать эту переменную и запустить. И оно нам пишет, то есть мы не смогли запустить. Ошибка, да, GTK, Windows, IS не определён. На самом деле это не ошибка, это предупреждение, когда что-то устаревает, да, и мы смотрим. И дальше могут идти рекомендации, что нам надо, рекомендуется сделать. Но, тем не менее, приложение у нас не запустилось. Поэтому, когда мы возвращаем обратно, то оно опять запускается. Чем больше вы будете рыться, тем лучше. Дальше пока не будем внедряться, пока нам хватит. Ведь нам надо не запутаться, главное.